Всем привет! Меня зовут Стас Черепко и в этом видео уроке будем делать городской скетч. Итак, рисовать мы будем спиртовыми маркерами скетч-маркер. Наша палитра включает 15 цветов. Вот они наши скетч-маркеры. Это классический маркер с широким пером и тонким наконечником. Основа любого городского скетча это перспектива. В нашем случае она выглядит следующим образом. Помимо основной точки схода, которая находится на горизонте, добавляется еще одна точка схода вот от вот этой вот дороги, которая идет в гору. Вот она у нас. То есть тут будет еще одна точка схода. В то время как точка схода вот эта и вот эта, она будет ниже. Итак, после того как вы проверили перспективу, все у вас сходится, можно приступать к обводке, то есть к графике. Я это буду делать не одним, а сразу использовать три вот такие простые линеры. Для чего я это сделаю? Я самой тонкой линией буду вводить задний план. Линером немножко потолще буду работать над средним планом. И те объекты, которые ближе всего к нам, буду вводить линером, который дает самую толстую линию. Таким образом я постараюсь добиться ощущения глубины пространства в моем рисунке. То есть чтобы даже на стадии линейного рисунка он казался уже более объемным и живым. Продолжение следует... Теперь рисунок обведен. Можно приступать к работе в цвете. Напомню, что вот наша палитра. Начинать я буду с дальнего плана и использовать несколько серых оттенков. Направление света у нас вот под таким углом. То есть вот эти части домов будут теневыми. Итак, начнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее, теперь средний план. Вот эти вот здания. Они должны быть уже поярче, посвежее, чем дальние. И тем самым должны немножко подвигаться на передний план. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... итак теперь передний план мне понадобится три оттенка зеленого точнее два тенка зеленого один золотистый чтобы нарисовать вот этот виноград или плющ или еще что-то а также я буду стараться вот этими оттенками бежевый кирпич а также серыми с имитировать рисунок камня облицовку вот этого дома потому что он на ближе всего к нам располагается он должен быть самым детальным самым проработанным вот так же на переднем плане будут фигуры людей которые опять же оживят наш рисунок и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Все равно нужно найти какую-то точку фокуса, то есть какой-то элемент, который будет привлекать внимание зрителя. В моем случае я сделаю этим автомобиль на переднем плане. Я сделаю его таким желтого оттенка, чтобы он был яркий, выделялся. Фигуру людей будут своего рода поддерживать его, то есть они располагаются вокруг и взгляд постепенно будет концентрироваться на этой машинке. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, теперь и другие детали. Вот этот знак. Что-то вот такое сделаем. Теперь фигуру людей. Сделаем их тоже очень просто. Буквально несколько вот таких штрихов, чтобы не перегружать рисунок. Так, теперь небо. Вот что касается неба, я обычно делаю это следующим образом. Я люблю использовать вот такой арктический голубой, яркий такой, очень красивый сочный оттенок. И когда делаю быстрые скетчи, я использую вертикальные штрихи. Вот так. И в итоге заливаю участок неба вот такими вот простыми штрихами. Без какого-либо там второго слоя по ним или еще что-то типа такого. Но я думаю, что в нашем случае вот такая вертикальная штриховка, она просто загрузит рисунок и будет смотреться как-то не очень. Поэтому я рекомендую вам использовать пастель. Это как бы такая не слишком быстрая техника, но зато она дает очень интересный эффект. Нужен просто кусочек пастели, сточить ее канцелярским ножом в небольшую такую горку пудры. У меня, кстати, уже было видео про использование пастели в скетче. Кусочек пластиковой карты, старая сухая салфетка, ну может быть не старая, но просто сухая. Набираете пудру, вот сюда в грань, несколько вот таких штрихов пробных. Так, и задний фон. Я не использую никакие маски, я просто потом подотру то, что, допустим, я залез на фасады. И это стерочкой просто уберу. Крупицу нужно сдувать, а чтобы потом они не превратились в такой грязный темный след. Вот, пожалуй, все. Даже я не буду использовать стерку, чтобы что-то там еще продеталировать. Но если вы захотите создать какие-то типа облачков, просто стерочкой можно поработать и проделать какие-то такие... Ну вот такие следы. Я думаю, что на этом наш скетч готов. На этом все, с вами был Стас Черевко. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...